Как минимум 20 сельских районов планируют посетить в ближайшие два месяца губернатор Волгоградской области Сергей Баженов. Главная цель таких поездок – проинспектировать социальные объекты и встретиться с людьми, чтобы напрямую от них получить информацию о положении дел на хуторах и поселках, подчеркнул глава региона. Очередным пунктом рабочего визита стал Урюпинский район, рассказывает Мария Иванченко. Посещение кранового завода в Урюпинске губернатор начал с экскурсии по цехам. Здесь выпускают промышленные краны разных категорий. Только за прошлый год предприятие отгрузило собственные продукции на 185 миллионов рублей. Почти 10 миллионов налоговых отчислений поступили в областной бюджет. На встрече с губернатором сотрудники посетовали, что сейчас завод работает не в полную мощность, поджимают конкуренты из соседней Белоруссии и зарубежных стран. Хотелось бы побольше заказов. Сергей Баженов пообещал предприятию поддержку. Это городообразующее предприятие, одно из городообразующих в городе Урюпинске. Сегодня у данного завода нет конкурентов на территории Волгоградской области. Идет его модернизация производств. И одна из наших главных задач – это, конечно, увеличивать портфель заказов. И правительству Волгоградской области, профильному министерству промышленности и торговли будет дано поручение более тесно работать и обеспечить портфелем заказов данное предприятие. Газификация, развитие сельского хозяйства, здравоохранение – эти вопросы самые насущные в Урюпинском районе. В ходе беседы с губернатором жители говорили также и о нехватке квалифицированных кадров. Педагогический состав в отдаленных поселениях преклонного возраста. Молодежь возвращается в районы неохотно. Учителя предложили главе региона разработать программу по аналогии с немским доктором. Выплачивать выпускникам вузов подъемные, чтобы стимулировать их приезд в глубинку. У нас два важных направления, даже три. Это, конечно, образование, культура и здравоохранение. Мы программу «Земский доктор» продолжаем. Даже если закончится программа совместная с Российской Федерацией, мы будем продолжать на областном уровне. То же самое, я когда сказал о субсидировании процентной ставки по жилью, есть интересные моменты, мы потом отдельно не будем докладывать, ближе к осенью, в середине осени. А эта программа, она будет продолжена. Еще один вопрос, который неоднократно звучал из зала, касался очереди в детские сады. Сергей Баженов пояснил, что сейчас эта проблема решается в первоочередном порядке. А правительство региона выделяет колоссальные деньги на то, чтобы увеличить количество мест для дошколят. Только на нынешний год из областной казны выделено порядка 800 миллионов рублей. Примерно столько же регион ждет в качестве государственной поддержки из Москвы. Полностью закрыть проблему очередей в детские сады удастся уже к 2016 году. Мария Иванченко, телекомпания «Ахтуба». Ахтуба. Ахтуба.